Очень рад приветствовать вас, братья и сестры. Мы продолжаем изучение Писания. Перед нами опять книга Даниила. И опять мы обращаемся к книге Даниила. Я надеюсь, что вы полюбили эту книгу, и вам нравится эта книга, и вы находите для себя конкретные уроки. Мы не только изучаем книгу Даниила, но мы смотрим на эту книгу под определенным углом. Мы смотрим на эту книгу, на историю, которая передана в книге Даниила со стороны веры и верности. Мы видим веру людей в Бога, в живого Бога. Мы видим их верность. И мы тоже видим верность Бога. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем размышлять, сегодня мы поговорим о четвертой главе книги Даниила. Когда мы будем говорить об этой главе, я хотел бы, чтобы вы вспомнили то, что было раньше. Если вы помните, первая глава говорит нам о том, что Даниил и его друзья избирают особую диету, когда у них было особое время у царя, когда они учились, когда они, можно так сказать, проходили университет Вавилона, были на царском содержании, у них был рацион или питание, диета от царя. Они избрали вместо этого питания, вместо самой лучшей еды, которую, я уверен, можно было бы найти в Вавилоне, они избрали просто овощи и воду. Бог благословил их, и Бог, видя верность их, Бог вознаградил их. Они успешно проходят экзамены, Бог дарует им еще особенные дары, их начинают замечать. В них заметили что-то, и когда царь вместе с другими профессорами экзаменовали их, они увидели, что они намного лучше выделяются своими знаниями, лучше других. Более того, известно даже или видно, что они даже лучше некоторых профессоров своих сдавали экзамены. Их начинают замечать. Вторая глава говорит о том, что царь видит сон, которого никто не может истолковать. Более того, царь забыл этот сон, и проблема, он требует от мудрецов, чтобы они открыли ему, какой сон он видел. Можете себе представить что-то более трудное? Ну, давай я хочу тебе рассказать сон, но я его забыл. Напомни мне сон мой. И вот царь требует этого. И царь в гневе требует этого, потому что он заметил, что этот сон особенный, он отличается. Если вы прочитаете текст внимательно, там написано, что царь видел сны, но требует, но написано, что сон удалился от него. То есть он видел разные сны, видел много снов, но именно этот сон был важен для него среди прочих снов. Те другие сны, которые в ту ночь он видел, не важны были для него, а вот этот сон ему нужен был. И он в гневе даже требует того, чтобы вот этих мудрецов, которых он подозревает что-то не то, он требует истребления их. Приходит Данил и объясняет ему, естественно, Данил помолился, и прошло какое-то время, и он объясняет ему значение сна, и царь в таком, знаете, в восторге, в таком, каком-то вот благоговении, он падает, поклоняется перед Данилом, он в принципе поклоняется Данилу. Написано, что он не просто кланяется перед ним, падает на лицо свое, написано, он приносит дары. Дары – это как жертвоприношение, то есть он Данилу это приносит, то есть он как будто бы в Данииле видит божество. Интересно, что царь потом говорит и восхваляет даже Бога, говорит, Бог твой или Бог ваш, Он великий Бог, говорит Данилу. Третья глава говорит о том, что царь строит истукан золотой, и требует поклонения от всех собранных людей. Интересно, как заканчивается эта глава, когда он увидел, когда он увидел, что вот этих три человека, которые не поклонились, три иудеи, которые не поклонились, которые избрали не послушать царя, которые избрали верную смерть, он не просто хвалит их, он восхваляет Бога. Он прославляет Бога. И посмотрите, я хочу, чтобы вы обратили внимание на прогрессию. В первой главе он ничего не говорит о Боге, но замечает этих людей. Они заметили, что они во много умнее или, как бы, скажем так, образованнее других людей. Во второй главе он кланяется Данилу, и он замечает Бога и говорит Бог ваш. В третьей главе он дает повеление, что если кто-то обидит этого Бога, или кто-то скажет что-то плохое или обидное на этого Бога, ничего не останется другими словами. Даже дома не останется от этого человека. То есть он так строго дает повеление. Почему? Потому что он замечает, что этот Бог великий Бог. Он силен спасать, как никто другой. Но все это я хочу, чтобы вы заметили. Этот Бог, которого замечает Данил, это не его Бог еще. И вот мы подходим к этой главе четвертой, в которой совершаются изменения, в которой Навуходоносор признает этого Бога, поклоняется ему. И я хочу сказать, по моему мнению, он признает его своим Богом. Он наконец-то кланяется ему. Почему? Потому что Бог смиряет его. Итак, давайте мы обратим внимание. Откройте, пожалуйста, Библию, у кого есть. Я хочу попросить, чтобы сестра Виктория прошла сюда. Также брат Эммануил, подготовься. И сестра Эльвира тоже. Мы будем читать на английском языке. Я их попросил, чтобы они прочитали. Они прочитают на английском языке. У вас будет текст. Братья, пожалуйста, высветите текст, чтобы был и на русском, и на английском языках. Хорошо. Я хочу еще обратить внимание, прежде чем ты начнешь читать, я хочу обратить ваше внимание на то, что в английской Библии, братья, пожалуйста, дайте высветите на английском языке Данила 4 глава 1 стих, потому что в русском переводе 3 глава с 31 стиха, это в английской Библии 4 глава 1 стих. Мы немножко больше скажем об этом через какое-то время, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Итак, пожалуйста, мы будем следить на английском языке, как они будут читать. Если вы по-русски читаете Библию, смотрите в своем переводе Библию. Итак, сестра Виктория нам прочитает с 1 по 10 стихи английского текста. Пожалуйста. Daniel 4, 1-10 2 глава 1 стихи 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 3 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 глава 1 стихи 4 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 глава 1 стихи 5 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 глава 1 стихи 6 глава 1 стихи 6 глава 1 стихи 6 глава 1 стихи Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok All this happened to King Nebuchadnezzar You will eat grass like cattle DimaTorzok At the same time that my sanity was restored My honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom My advisors and nobles sought me out And I was restored to my throne and became even greater than before Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the king of heaven Because everything he does is right and all his ways are just And those who walk in pride he is able to humble Спасибо большое, пожалуйста, занимайте ваши места Что в данном случае в 4 главе это рассказ царя Навуходоносор говорит от своего, от первого лица То есть передан рассказ Данил записывает от лица Навуходоносора Вы обратили внимание, что в русско-английской Библии Есть разница определенная Русские тексты, английские, вот они Находятся в таких разных местах Почему все-таки я считаю, что лучше в данном случае последовать английскому тексту Потому что, или по крайней мере разбивке Потому что история заканчивается в 30 стихе 3 главы Когда царь возвышает Сидраха, Мессаха и Евдинага А уже с 31 стиха 3 главы он передает указ Он издает указ Он повелевает всем народам, племенам, языкам И вот он говорит о тех знамениях и чудесах Которые Бог написан Посмотрите, 32 стих Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог угодно мне возвестить вам То есть это своего рода предисловие Вот этих 3 стиха 31, 32, 33 Это предисловие перед тем, что последует Это вступление И вот в этих стихах он уже величает Еще прежде чем рассказывает историю Он уже прославляет Бога Мы еще вернемся к этому вступлению Но я хотел бы сейчас пойти дальше Опять же, это история царя от первого лица Если вы вспомните, мы говорили уже Что в 3 главе царь впечатлен мужеством иудеев Более того, он славит Бога Он восхваляет Бога Сидраха, Мессаха и Евдинага Но он еще не меняется сам Но Бог касается его И вот он говорит Надо мною Бог совершил эти чудеса Бог что-то сделал в моей жизни Вот об этом я хочу сказать То есть рассказ его Посмотрите, рассказ начинается И заканчивается словословием живого Бога Он прославляет в самом начале Вот в этом предисловии С конца 3 главы русского текста И в конце 4 главы Он славит живого Бога Удивительная перемена Я хочу обратить ваше внимание на то Что посмотрите, когда мы начинали изучение книги Даниила Мы говорили о том, что царь Навуходоносор Это Божий сосуд Вы помните, мы говорили о том, что Бог предал свой народ Который не был послушен Богу Он предал его в руки Навуходоносора Навуходоносора И поэтому Навуходоносор смог взять их в плен Бог предал их в руки Навуходоносора Я хочу еще одну вещь сказать Очень важно нам помнить Очень важно нам знать то Что когда Бог совершает свою работу И когда Бог пользуется тобой Очень хорошо, чтобы ты сам изменялся Когда ты соприкасаешься с Богом Будет хорошо, чтобы ты сам становился поближе к Богу Посмотрите, Бог действует через Навуходоносора И интересно, Бог касается его И Навуходоносор Не каждый человек, к сожалению Есть люди, которыми Бог пользуется И которых Бог касается Но они избирают упорствовать Навуходоносора Бог коснулся И Навуходоносор в конце исповедует живого Бога Итак, давайте посмотрим О чем говорит эта история Навуходоносор нам рассказывает То есть в начале четвертой главы Он говорит о том, что видел сон Он видел сон, причем это страшный сон Этот сон устрашает его Во втором стихе написано Он опять же призывает мудрецов Вспомните вторую главу Как она начинается Он призывает мудрецов своих Кто были эти мудрецы? Давайте посмотрим перечисления Тайновецы Обаятели Это, кстати, новое Во второй главе нету вот такого слова Обаятели Но, в принципе, в английском языке Повторяется тоже слово Enchanters Он призывает халдеев То есть астрологи Или люди, которые занимались астрологией Вавилон был очень известен Или халдеи Они очень были большими знатоками астрологии Знатоки гороскопов всяких И как звезды Все вот эти предсказания по звездам Как звезды влияют на судьбы людей И так далее И вот он призывает и таких людей Гадателей Это люди, которые пытались гадать Или предсказывать будущее И вот он призывает Собирает эту всю группу И потом мы видим Что затем пришел Даниил И у меня к вам первый вопрос Давайте порассуждаем Почему Даниил пришел не сразу? Неужели царь так быстро забыл Вторую главу уроки второй главы? Вы помните, что было во второй главе? Царь тоже видел сон Тоже призвал всех мудрецов Которыми славился Вавилон Он их призывает Он задает им задание Никто не может его разрешить Он издает указ, чтобы истребить всех мудрецов И тут приходит Даниил Потому что это его тоже касается И почему такая строгость спрашивает И говорит царю Дай мне время Молится, возвращается к царю И говорит, неужели царь? Царя такая плохая память Я думаю, что прошло время Может быть пять лет прошло Может быть шесть лет прошло Я думаю, что прошел Прошел достаточно такой хороший период времени Вот у меня вопрос Почему он не сразу призвал Даниила? Ну разве Даниил он возвысил? Мы читаем, что он даже поклонился Даниилу Поставил его во главе всех мудрецов Ну разве не легче было одного человека Сразу позвать, чем собирать всю эту армию И всех мудрецов? Пожалуйста Если у вас есть Такое откровение Пожалуйста, скажите Пройдите сюда Или дайте микрофон Ну я думаю, что царь еще раз хотел испытать своих мудрецов Насколько они могут ему сказать правду И насколько они действительно мудрецы Дает им еще один шанс Да Окей Хорошо Еще? Вот такое мнение Пожалуйста Вот Андрей Михаил Дмитриевич Я думаю, может быть он не хотел Сразу слышать толкование сна Которое испугало его Потому что страшно было Интересно Я думаю, что он Все-таки надеялся на своих людей Это же свои люди были Чем иудеи Поэтому он надеялся, что Все-таки Свой народ ближе Как говорится, рубашка ближе к телу Ну да, но в конце концов Сколько можно Сколько можно проедать государственный хлеб Надо, чтобы и они что-то сказали А то до сих пор ничего не могли сказать Пожалуйста, брат Ты хотел сказать? Уже сказали? Хорошо Вот Стратамара А я думаю, что Новоходоносор хотел показать Всем мудрецам Потому что халдеи говорили Вот твои Иудеев Ты поставил их над делами страны Поэтому Ну да, они из зависти даже Этих троих мужей придали Естественно, я думаю, что Те люди спрятались от Новоходоносора Но Новоходоносор Может хотел показать им Он знал Что в Данииле Бог Дух Бога живого И поэтому он думал Я хочу показать, что Этот человек выше Я его поставил не зря Окей, спасибо Пожалуйста, там брат Сейчас, сейчас, секундочку Вот в микрофон Чтобы я не повторял А чтобы сразу сказать в микрофон И всем понятно А все, что сказали В принципе, это тоже так и есть Но я хотел отметить одну вещь Которая Связана с воспитанием этого царя В какой-то отрасли он рос И воспитывался В духе этой страны В духе этой религии И в любом случае В котором человек получает воспитание Оно в нем проявляется всю жизнь И видя в прошлом Что Даниил ему помог В этом сне Он все равно надеется На то воспитание На ту религию Которая у него была Это я так думаю Поэтому Когда он это Начинает взвешивать И вот что сказали уже Потом он уже начал прибегать А давай я еще попробую Вот как сестра сказала Да То есть Он все равно хотел увидеть Права ли та религия Права ли то воспитание Которое он получил В прошлом Вот И Я так думаю Что Как сказано уже было Что он Пытался все равно увидеть Есть ли Какая-то сила С этой стороны Прежде чем Обращаться уже дальше К Богу Которому Как бы второй степени Хорошо Спасибо Давайте мы пойдем дальше Я думаю что Еще есть? Хорошо Я думаю что эти два Два сна отличаются Первый сон Когда к нему приходит Он не объясняет его Не говорит что это за сон Он требует Чтобы ему объяснили Здесь написано Что он Объясняет им сон И он думает о том Что если я уже знаю сон Я могу объяснить его Наверняка Он догадывался Что его люди Должны были Объяснить ему значение Не проблема Поэтому это не должно Было бы проблемой для него Ну хорошо Я Братья и сестры Я думаю что Я где-то Больше всего Все таки склоняюсь К тому что сказал Брат Андрей Почему? Потому что Есть определенная причина Когда Когда мы смотрим На Даниила Когда мы смотрим На Даниила Даниил был Непосторонний человек Даниил был близок к царю У Даниила Были особые отношения С царем В отличие от других мудрецов Он был глава мудрецов Царь это понимает Царь это знает Ему ближе И легче призвать Даниила Поверьте Чем любого другого мудреца Чем любого другого астролога Скорее всего Можно сказать Что Даниил Жил может быть В соседней комнате Возле царя Он настолько был близок к царю Понимаете о чем я говорю? То есть ему не надо было бы Откуда-то из соседнего города Звать какого-то известного Вавилонского мудреца Этот был рядом Но проблема царя Что сон этот Очень сильно его испугал И вы знаете Как люди Часто когда они видят Что-то Они не хотят Они оттягивают Многие вещи Для того Чтобы не получить Объяснение Или подтверждение Того Что их устрашило И поэтому Царь Где-то может быть Догадывался О чем идет речь И он не хотел услышать Он где-то тянул Вот это время Для того Чтобы не услышать Истины На самом деле Которую ему Скажет Данил Я хочу обратить Ваше внимание На то Что Как он называет Данила Ну во-первых Он называет Данила Глава мудрецов Посмотрите Интересно Еще он говорит Я назвал его Валтасар По имени Бога Моего Он говорит так Вообще Белтэшизар По-английски Вот так он Спел такое Вот у него Имя Валтасар В английской Библии Вот так вот переводится Белтэшизар И если перевести Это Это имя То Бел Или Ваал Если знаете Вот в русской Библии Так переводится Близкое слово В иврите Тоже употреблялось Это слово Ваал Или Баал Это слово Обозначает Господин И вот этим словом Обращались К Мордуку Главному Одному из главных Богов Вавилона И вот Мордук Бог Мордук Это языческий бог Которому поклонялся Навуходоносор Он называл его Бел Поэтому Вот имя Это означало Вал Или Бел Храни его жизнь То есть Храни жизнь Царя Как бы Вот так вот Он назвал Валтасар Имя такое Или значение Такое Интересно Еще одна вещь Я хочу Чтобы вы обратили Внимание В русском переводе В русской Библии Написано Он говорит Что в Данииле Дух Святого Бога Многие переводят Многие переводы На английском языке Переводят Это как Дух Святых Богов Богов с маленькой Буквы Почему Такая разница В чем разница Дело в том Что Дело в том Что В иврите Или вообще Книга Даниила Написана на Арамейском языке Но есть сходство Вот посмотрите Вы видите Вот здесь Вот я Для вашего Внимания На еврейском языке Вот слово Элохим Написал У Даниила Оно похоже Но оно не прямо Такое Там другой вариант Потому что Арамейский язык И чуть-чуть Отличается Но Очень сходная форма Этого слова Элохим Элохим Это множественное число Интересно Что В Ветхом Завете Вот это слово Элохим Используется Для Бога Живого Бога Израилева Для Господа Неба и Земли Но когда это слово Используется Для Нашего Бога Глагол Который Согласуется С ним Он стоит В единственном числе То есть Когда мы читаем Сразу Как бы Несмотря на то Что слово Во множественном числе Глагол Который Стоит с ним Например Бог Увидел То есть Должно Если следовать Форме Должно быть Элохим Значит Боги Переводится Обычно Единственная форма Или единственное число Это Эл И вот если Это переводить Во множественном числе То тогда должно быть Боги Увидели Но когда это Относится к Богу Израилева Написано Элохим Увидел Тогда точно Мы знаем Что это Бог Израилев Наш Бог В случае Идолов Это слово В Ветхом Завете Употребляется Не один раз По отношению Богов Языческих Богов С маленькой Буквы Идолов Тогда Глаголы Прилагательные Другие Слова Которые употребляются Вместе с этим словом Они употребляются Во множественном числе Понимаете Разницу Я может быть Вас запутал Больше своей грамматикой Но По крайней мере По крайней мере Я хочу сказать Что вот есть Вариант такого Кстати Вот здесь Именно в этом тексте Все-таки Несмотря на то Что мне очень Хотелось бы Чтобы действительно Навуходоносор Понимал Это увидел В нем Дух Святого Бога На самом деле Вполне возможно Что лучше Переводители Точнее Грамматически Перевести Вот так Почему Потому что И прилагательное Святой И Слово Бог Или Боги Употребляется Во множественном числе То есть Употребляется Святых И Трудно сказать Бога Правда Так что Навуходоносор Здесь еще Говорит от себя Как от языческого Понимания Как от языческого Мировоззрения Что он хочет сказать Как это можно Понимать Я понимаю Это так Что здесь Он хочет сказать Не просто Подчеркнуть Разницу между Богом Живым Или Языческими Богами Он просто Хочет сказать Что в нем Не человеческий А божественный Дух В нем Есть какая-то Искорка Это непростая Это непростой человек В нем есть Что-то божественное Вот это Хочет сказать Навуходоносор Он видит это Он замечает это Для него Данил Особенный Человек И так Он рассказывает Этот сон Давайте посмотрим О чем Этот сон Что там Находится В этом сне Мы переходим К содержанию Этого сна Сон Вроде бы На первый взгляд Простой Он говорит о том Что большое дерево Находится посреди земли Высотой до неба Это большое дерево Видно до краев земли Красивые листья Много плодов Сошел с неба Слово бодрствующее Обратите внимание На это слово еще Вот это слово Бодрствующее В английском языке Слово watcher Очень часто переводится Как watcher Некоторые переводы Переводят как messenger Но вообще Лучше переводить На английском языке С оригинала watcher Почему? Потому что Вавилонской В персидской религии Вот таким титулом Бодрствующий Или следящий Или наблюдающий Давали такие титулы Такие имена Для ангелов И вот Другими словами Может быть по-нашему Если бы то Сошел с неба ангел Но это они По-вавилонски говорят Поэтому и дается Перевод бодрствующий Ангел приказывает Срубить дерево Но оставить Главный корень Корень должен был Стянут металлической лентой У нас сказано Что он должен быть Окован Узами железными И медными Посреди полевой травы И вот посмотрите Вот интересный момент Такой Написано так же И с полевыми Зверями Пусть будет И дальше Доколе Пусть будет Часть его Доколе не пройдут Над ним Семь времен И Так Сейчас Сейчас Да Посмотрите И пусть будет Часть его В траве земной И 13 стих Интересно Сердце человеческое Отнимется от него И даст ему Сердце звериное И пройдут Над ним Семь времен То есть Царь понимает И говорит Что что-то вот здесь Потому что он понимает Что это дерево Похоже Показывает человека Потому что Это Его Его суть Его сердце Станет сердцем Животным На семь времен Ну Семь времен Я думаю Что большинство людей Большинство комментаторов Понимает Что это семь лет Семь лет А лет Или может быть Семь каких-то Периодов времени Это Это хороший вопрос Но на определенное Конкретное время Я думаю Что вполне возможно Что это было Семь лет И вот Такой Такой сон Давайте мы сейчас Сделаем небольшую паузу И Мы сейчас Условим Но на определенное Конкретное время Я думаю Что вполне возможно Возможно, что это было 7 лет, и вот такой, такой сон. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, и мы сейчас услышим, нам споют подростки, после этого мы еще сами споем, а потом мы продолжим, мы посмотрим на истолкование и посмотрим на то, что делает Бог в жизни Навуходоносора. Итак, пожалуйста, подростки, выходите, мы сейчас сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 света и любви нам открыта дверь слава всем обучи бог я с тобой теперь я с тобой теперь сам его радость дает каждый день за собою ведет он обвел душу мою для него живую пою я хочу чтобы всегда горели сердца горели сердца пусть сияет их любовь нашиваться нашиваться пусть еще миллион заблудших людей заблудших людей наконец-то пою как для не всех души для не всех души с нами с нами бог радость дает каждый день за собою ведет он обвел душу мою для него для него живую пою с нами бог радость дает каждый день за собою ведет он обвел душу мою для него для него живую пою мы мы ставшись поем общим пением что за друга мы имеем 589 номер зачем будет продолжение и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Другими словами «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Я хочу сказать одну вещь, что может быть, вот это слово, чем может продлиться мир твой, вот посмотрите, он говорит в 24 стихе, «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твоей правдой и беззакония твоей милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Возможно, эти слова не о том, что Бог отменит процесс усмирения царя Навуходоносора, но может быть, что тогда, когда Бог закончит работать с Навуходоносором, вот этот период после, когда корень останется, он сможет продлить этот период благоденствия дольше, чем покаянием, искренним обращением, тем, что начнет делать правду, тем, что начнет ходить перед Богом. Некоторые комментаторы объясняют это так. Я не знаю, что вам дороже, что вам ближе. Вполне возможно, что мы можем сказать о том, что Бог ждал решения Навуходоносора, и может быть, если бы Навуходоносор действительно раскаялся, Бог бы отменил исполнение этого сна. Навуходоносор никогда бы не испытал, что значит быть как вол. Может быть, может быть, так бы и произошло. Однако время идет, как и у нас сегодня, время бежит. Бог усмиряет гордого, проходит долго ли, много ли, мало ли, проходит 12 месяцев. Похоже, что Навуходоносор не смирился перед Богом. Почему? Проходит 12 месяцев, и он разгуливает, написано, по крыше дворца своего, обозревает все то, что видит, смотрит на величественный Вавилон. А в Вавилоне было на что посмотреть, Навуходоносор очень, который он построил, и повелел построить, или под его руководством были построены. И вот он проходит, смотрит, любуется этим и говорит, вот он я во всей красе, вот чего я достиг, вот что я смог сделать. И как только он это произносит, Божий приговор исполняется над ним. Наслаждается своей силой и славой, сразу же исполняется приговор. И Навуходоносор становится как зверь, то есть становится как животное. Интересно, вопрос такой, многие критики Библии, многие атеистически настроенные или либерально настроенные люди, когда они читают вот этот текст, они говорят, ну как это может быть? Ну что значит, стал как зверь? Вот, пожалуйста, вот Библия не права, или в Библии вот есть вот еще одна проблема, или ну вот как это объяснить? Такого не может быть. И все, и точка. Люди не думают о том, что может быть какие-то вещи действительно Библия правильно сообщает. Во-первых, интересная вещь нам сообщается историк иудейский, который сообщает, который пишет очень много о истории иудеи позднего периода. Он пишет интересную вещь, он говорит о том, что был такой вавилонский жрец, вавилонский священник, Беросус, который говорит о том, что Навуходоносор умер после болезни. То есть причиной смерти Навуходоносора была определенная болезнь. Это уже что-то, это уже что-то нам говорит. Интересно еще то, что христианский историк, историк ранней церкви Евсевий, по имени Евсевий, он пишет о том, что был один греческий историк, который сообщил, историк Мегастен, он жил за 300 лет до Христа, и вот он сообщал о том, что Навуходоносор стал сумасшедшим. Это тоже интересно. То есть есть определенные исторические сведения, которые говорят нам о том, что что-то произошло. Интересно еще то, что о начале правления Навуходоносора достаточно много известно из вне библейских источников. Однако вторая часть жизни Навуходоносора или жизни Навуходоносора ближе к смерти очень мало сообщается о Навуходоносоре. Более того, есть одно сведение, я не привожу его на этом слайде, просто так скажу, что есть одна запись, которую расшифровал один очень известный английский ученый. Он археолог, он расшифровал эту надпись, в которой Навуходоносор сам сообщает. Это исторический документ, в камне сохранен, он не очень хорошо сохранился, но тем не менее есть. Есть его фотографии, есть он сохраненный. И Навуходоносор сообщает, был период времени, когда я болел, был период времени, когда я ничего не делал, когда я ничем не занимался, когда я не чистил городских каналов, когда я не занимался тем, не занимался этим, когда я как будто бы отошел от правления страной. Интересно. Интересно вот это все. Что же произошло на самом деле? То есть как? Можем ли мы сказать, что на самом деле Библия права? И если Библия сообщает этот момент, я не сомневаюсь в том, что Библия пишет. Но как объяснить, может быть, на современном языке? Некоторые ученые или некоторые богословы говорят о том, что есть такое, даже в наше время, есть такая болезнь, которая называется психологическое расстройство, которое называется паранойя. Но человек, естественно, внешне не изменяется, но у человека может наступить такой момент или такое состояние, когда человек может помыслить, что он какой-то зверь, какое-то животное. И, ну скажем так, вот он болеет этим. И в медицине есть определенные случаи, когда это происходит. Например, вот именно такой случай, как у Нового Ходоносора, когда люди считали себя волами, некоторые случаи были в XIX веке замечены на Британских островах. В истории встречаются такие случаи. Я хочу сказать, что научно это называется буантропия. Буантропи. Когда вот в данном случае Нового Ходоносора или человек представляет себя быком. Если, знаете, вот в европейских ранних мифах, когда-то были такие вот, когда-то было такое понятие, как werewolf, то есть человек-волк, да? Это называется lycanthropy или lycanthropy. Есть еще один такой случай, когда одного человека заметили, его описали, даже подробно описали его. Этот случай называется авиантропия, когда вот этот человек думал, что он петух, что он просто вот забирался на дерево. Вместо того, чтобы идти на кровать и спать, он забирался на дерево, цеплялся за ветки и там засыпал. То есть вот такое вот расстройство у человека. Интересно, вот я нашел, есть у меня вот такая толстенная книжка, она называется «Введение в Ветхий Завет». И интересно, он пишет, он сообщает о том, что он сам был свидетелем, он беседовал с одним человеком, которого он встретил в 1946 году. Это достаточно старая книга. Он встречался с этим человеком в Британии, в психологическом или в психбольнице он встретился с этим человеком, который болел как раз вот тем, что у него называлось боантропией. То есть он представлял себя волом, он представлял себя быком. Он видел этого человека, он наблюдал за ним, он смотрел за ним. Интересно, он говорит некоторые вещи, я не буду читать все, я просто хочу сказать. Это было в 1946 году. Он говорил о том, что вот он ходил, бродил по вот этим вот лужайкам этой психбольницы. говорит, ну само здание было такое себе избитое достаточно, но в этом здании, или вот как бы лужайки, или газон этого здания, на них была очень сочная зеленая трава. Интересно, что его, он ничего не ел, что предлагалось пациентам, но он ходил и просто рвал траву и съедал вот эту траву. Причем, он ел зеленую траву, но не ел сорняков. Он выбирал, что есть и что не есть. Он не ел какую-то такую плохую или горькую траву, он ел определенный вид травы. Интересно тоже, ему давали чистую воду для питья, потому что не хотели, чтобы он пил из грязных луж, потому что он просто иногда мог в грязную лужу, как, знаете, корова или бык, животное, может иногда даже из лужи, из мутной какой-то воды попить. Интересно то, что этот человек, у него как будто был иммунитет к различным заболеваниям. Он никогда не болел никакой простудой. Он носил только легкую одежду даже зимой. В Британии может быть достаточно сыро и зябко. Люди там часто ходят в пальто. Он ничего подобного не носил и никогда не болел. У него было очень крепкое здоровье. Интересно еще то, что единственное его физическое, физическое такое немножко ненормальное состояние было то, что у него были более длинные волосы, которые достаточно быстро росли, и очень грубые ногти. То же самое написано на Ухадоносере. Я хочу сказать, опять же, этот человек, свидетельство этого человека, который написал книжку. Я просто хочу сказать, что даже если люди сегодня посмотрят, можно найти некоторые случаи вот подобной ситуации. Итак, на Ухадоносер становится таким, что он дичает. Он теряет способность рассуждать, он дичает. Он проходит через определенный период времени, когда с ним не могут общаться, как с человеком. Но проходит время, и к нему возвращается разум. Более того, написано, что к нему возвращается не только разум, но и царство. В 33 стихе он пишет об этом и говорит о том, что Бог возвращает ему разум, Бог возвращает ему царство. Я хочу сказать, что Бог изменяет гордого царя. Я хочу, чтобы мы отметили один момент. Бог меняет людей не тогда, когда возвышает их, но тогда, когда понижает их, тогда люди меняются. Вы знаете, люди, когда находятся в зените славы, когда они высоко, мало кто меняется. Наверное, никто не меняется. Но когда Бог опускает кого-то, тогда люди меняются. Это удивительно, на самом деле. Но мне кажется, что это правило. И так Бог усмиряет гордого человека, гордого царя. И царь дальше их заявляет. Он говорит о своем свидетельстве. Он славит Бога. Давайте прочитаем вот с 31 стиха. По окончании же дней тех, Янову Ходоносор возвел глаза мои к небу и разума, возвратился ко мне и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлю на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. И вот итог, ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величая царя небесного, которого все дела истины и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо. Навуходоносор не просто изумлен силой Бога, он поклоняется ему. Посмотрите, вот то, что говорит он, это как будто из книги Псалмов. Это как будто верующий человек возвещает или величит и славословит Бога. Он не просто где-то удивляется силе Божьей, как это было раньше, а он поклоняется Богу, он славословит его своими устами. Он понимает силу Бога, он понимает свою ограниченность. Он понимает, что Бог силен смирить любого человека. Он видит, что Бог праведен. Он не пытается каким-то образом доказывать что-то, он понимает, Господи, ты праведен. Это я не прав, пути твои праведные. Все, что ты делаешь, праведно. И он говорит об этом другим. Навуходоносор, интересно, посылает указ. Мы об этом читали в третьей главе. Он посылает указ для свидетельства всем о силе и владычестве Бога. История не сохранила других каких-то памятников или рукописи этого указа. Мне интересно, действительно, на самом деле о Навуходоносоре ничего не сказано или мало что сказано. И я вот задаю вопрос, почему об обращении Навуходоносора, почему вот о таком изменении человека, который вот так говорит такие слова, почему ничего не известно? У вас есть версия? Ну-ну-ну, вот Библия нам говорит, вот эти слова Навуходоносора, почему кроме Библии нету других? Навуходоносор все-таки был непростой человек. Это была величина. В его время, при его жизни он был самый великий царь. И об этом почему-то все молчат. Я думаю, давайте я объясню. Я думаю, что один из моментов это то, что люди были смущены вот этим безумием Навуходоносора. Они не знали, как с этим поступить, что все-таки царь, убить его, хотя иногда царей убивали. Они не могли, может быть, как-то у него была определенная защита, может быть, об этом Данил позаботился, может быть, сам Навуходоносор позаботился об этом, и как-то его стерегли в это время, когда у него не было разума. Ну, самое главное, Бог стерег его, и никто не убрал жизнь его. Но, посмотрите, когда он обратился, и когда он начал говорить о Боге такие слова, возможно, посмотрите, ведь мудрость Божия для этого мира что? Люди, когда смотрят на верующих людей, они могут покрутить пальцами виска. И, может быть, когда Навуходоносор начинает говорить о Боге, начинает говорить о Его силе, люди, цари, другие всякие государственные деятели, они не спешат последовать Навуходоносору. Может быть, даже его подный, может быть, даже некоторые из мудрецов, которые вернулись к нему, которые после того, как Бог его восстановил, может быть, они где-то тоже не спешили за Навуходоносором к его вере, к его свидетельству. Почему? Опять же, а? Он стал верующим человеком, а для людей этого мира это непонятно, это глупо, это безумие для них. И поэтому, может быть, может быть, вот именно эта причина, почему больше нигде не упоминается ничего, и вообще очень мало известно Навуходоносоре о конце его жизни. Но Библия нам говорит, нам достаточно то, что Писание свидетельствует, что Навуходоносор действительно вот таким стал. Я хотел бы обратить внимание на очень важную часть сейчас, это практическое применение. Мы можем сказать, ну и что? Ну вот мы прослушали эту историю, интересная история, занимательная, много деталей исторических узнали и так далее. Но что это значит для нас? Давайте просмотрим некоторые вещи, и давайте сделаем выводы для себя. В Данииле люди замечали, мы, кстати, это увидим еще в пятой главе, в Данииле люди замечали Божественный Дух. Что люди видят в тебе? Видят ли люди в тебе простого человека? Видят ли люди в тебе отражение Иисуса Христа? Видят ли люди в тебе что-то особенное? Когда они говорят с тобой? Когда они общаются с тобой? Может быть, у них есть желание, то лучше бы никогда не встречался с ним? Нет. В Данииле виден был особенный Дух. Что люди видят в тебе? Еще один момент. Я хочу обратить внимание на то, что Бог совершает Бог, может усмирить гордого. Знаешь ли ты это? Насколько смирен ты перед Богом? Насколько ты живешь в смирении перед Богом и перед другими людьми? Богу нравятся смиренные люди. Если ты еще этого не знаешь, я хочу еще раз повторить. Богу нравятся смиренные люди. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Петр цитирует из Ветхого Завета, вот замечательный стих. Их Бог гордым противится. То есть становится врагом гордым. А смиренным дает благодать. Ты хочешь иметь благодать Божью? Живи в смирении. Живи в смирении. Живи в смирении перед Богом, да и перед людьми. Когда у тебя есть настоящее смирение перед Богом, тогда и перед людьми будет смирение. Тогда ты не будешь хвастаться перед другими. Тогда ты не будешь гордиться своей силой, своими достижениями и прочим. Богу нравятся смиренные люди, если у тебя смирение Бог смог обратить на уходоносора Дорогие друзья, если у вас есть люди, друзья, знакомые, родственники, которые еще не знают Бога Не теряйте надежды Молитесь о них Взывайте к Богу Бог может обратить каждого Я еще хочу сказать о том, что вот как жизнь Данила была И жизнь Данила, естественно, повлияла на уходоносора Твое свидетельство о Боге важно, не переставай говорить о Боге Не переставай свидетельствовать о Боге Царь лично познал Бога только после смирения Только после усмирения Он что-то слышал о Боге Он приблизился к тому, чтобы знать Бога Он увидел Бога Сидраха, Месаха, Евдинага Он увидел Бога Даниила Он говорил даже об этом, что это великий Бог Но лично познал Бога и приблизился к Нему только после того, как Бог его смирил, как он сам смирился перед Богом О чем это говорит? В одной книге я прочитал лучший способ приблизиться к Богу Это воззвать к Нему из низкого места Если ты оказываешься в низком месте, на дне Хорошее время обратиться к Господу Хорошее время воззвать к Нему Ну и последнее Самая большая милость Бога к нам Это не спровергнуть нашу гордость Это разбить нашу гордость В этом самая большая милость Бога к нам Почему? Потому что тогда, когда мы теряем свою гордость Тогда мы можем Тогда у нас есть шанс И то Не все хотят Иногда люди сокрушенные, иногда разбитые настолько, что кажется, ну нечего уже И люди все равно не обращаются к Богу Я хочу напомнить вам всего лишь два примера из Библии Один пример это фараон И то Не все хотят Иногда люди сокрушенные, иногда разбитые настолько, что кажется, ну нечего уже И люди все равно не обращаются к Богу Я хочу напомнить вам всего лишь два примера из Библии Один пример это фараон египетский времен Исхода Бог сокрушает Египет настолько серьезно Десять казней и последняя казнь Это все первенцы в земле египетская И сам сын фараона погиб И фараон при этом продолжает Уже разбит Уже избит Израиль уходит, он их выгоняет А после этого посылает армию за ними Нет обращения Нет желания Хотя близко было свидетельство о Боге Я хочу другой пример сказать Это период последнего времени Книга Откровения Мы читаем о том Интересная очень вещь Время великой скорби Время, когда написано, что люди будут Кусать себе разные части тела И когда они будут настолько бояться В страхе будут находиться Когда будут смотреть на все суды Божьи И все, что будет происходить Написано, что они будут говорить Горам падите на нас И холмы покройте нас Но у них нет идей Нет мысли даже, чтобы покаяться Они говорят, горы падите на нас Сокройте от нас От лица Всевышнего Или от лица сидящего на престоле Но им в голову не приходит Что, может быть, покаяться нужно Конечно, это особенный случай И, может быть, там мы можем сказать Бог забрал дух покаяния И у них нет больше шанса каяться Но я хочу показать вам Пример того, когда люди сокрушены Когда люди, может быть, избиты Но все равно Все равно где-то есть остатки гордости Которые мешают Самая большая милость Бога к нам Это не спровергнуть нашу гордость Тогда, когда мы Находимся в конце пути Тогда, когда мы видим Что дальше идти некуда Было бы здорово Взывать к Богу И просить о помиловании Просто и смиренно Аминь Братья и сестры На этом мы заканчиваем Наш разбор сегодня В следующее воскресенье Не будет вечернего собрания И разбора у нас тоже не будет Если у вас есть вопросы Если у вас есть какие-то Замечания, дополнения Пожалуйста Или сообщите мне Или, может быть, уже Через неделю у нас будет Будет продолжение Мы будем изучать пятую главу Даниила Можете прочитать ее наперед Можете готовиться Если есть какие-то вопросы Или есть какие-то рассуждения У вас по пятой главе Это тоже интересная глава Там Валтасар Там тоже суд Божий проявляется Или определенный приговор Появляется для следующего царя Или для другого царя Вавилонского Тоже там присутствует Даниил И Даниил выносит приговор этому царю И в конце главы мы тоже видим Исполнение этого приговора Поэтому мы будем изучать дальше Но сегодня вот такая история В которой Бог работает с Навуходоносором И в которой Навуходоносор Принимает то, что Бог ему дает Итак, мы на этом будем Сейчас еще брат Владислав Сделает некоторые объявления И будем заканчивать молитвой Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому